эта машина может клеить кромки толщиной от 0,5 до 3 миллиметров и совершенно различные как натуральные так и кромки pvh bc и так далее за счет чего она их клеит клей который ну в простонародье называется клей-расплав большому счету но тата это этил-винилоацетатный клей это термоклей то есть в результате нагрева она расплавляется становится жидким в результате охлаждения он затвердевает и за счет этого приклеивает трубку еще одной особенностью одной из отличающих особенностей этой машинки является то что она работает не только с таким клеем но и работает с полиуретановыми клеями которые поставляются вот таких вот банках если это клей термопластичный то есть в результате нагрева он приходит жидкую форму жидкую фазу составляет то полиуретановый клей термореактивный как и что это значит когда мы его нагреваем наносим на кромку приклеиваем к изделию происходит реакция между самим клеем и влагой которая находится в воздухе в результате этой реакции клей превращается в монолит то есть ну перед самый простой пример который можно привести это монтажная пена да то есть она вот вышла такая жидкая которая клеится к всему старается прилипнуть да потом когда она закостенела вы никаким другим обратным способом ее в обратное жидкое состояние уже не вернете вот это примерно тоже самый принцип в каких случаях используются те и другие клеи это клей более дешевый он предназначена для 90 процентов случаев для любой кромки он идет у нас четырех цветов для чего это используется значит натуральный цвет потом коричневый цвет черный цвет и белый цвет вот так то есть четыре цвета используется это для того чтобы получить абсолютно незаметный шов но для этого надо чтобы толщина клеевого шва была минимальной и второе надо чтобы мы не имели практически никаких сколов носовой поверхности изделия этого не всегда возможно добиться для того чтобы в легче себе работу и подобрать более-менее цвет под материал который мы используем мы выбираем из тех цветов которые есть у нас наличие полиуретановый клей он всегда идет одного цвета это гильза примерно такого же цвета чуть большего размера если вскрыть банку особенности работы этим клеем то есть мы загружаем клей машинку ждем когда она нагреется до рабочей температуры и включаем ее и начинаем работать но в данном случае наша машинка настроена под работу с полиуретаном клеем какая особенность этой работы дело заключается в том что полиуретановый клей нельзя в машинке оставлять на промежуток времени больше восьми часов то есть если вы постоянно работаете в течение рабочего дня проблем никаких нет то есть 8 и 12 16 часов то есть клей постоянно оттуда вытекает заменяется на какой-то новый если вы закончили работу идете домой то надо полиуретановый клей из машинки убрать для этого используется очиститель так называемый который настоящий момент и присутствует машинке он такого вот красного цвета сигнального и так как работает эта машина на рынке существует достаточно много машинок особенности этой машинки заключается в том что у нее нет клеевой ванны может вы видели есть так называемый клей расплав в гранулах он поставляется в мешках то есть как работает подобного плана машинка есть какая-то ванночка куда вы засыпаете клей гранулы они нагреваются постоянно перемешиваются и с помощью штека подать шнека подаются вверх на кромку наносится на кромку кромку приклеиваете к изделию недостатком такого процесса является то что первое машинка всегда должна находиться в таком положении есть вы ее например перевернете естественно все это вылез не дай бог второе клип постоянно находится нагретом состоянии и он меняет свои химические физические свойства то есть он стан греется 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 и греется то есть он есть такое понятие выгорает а это приводит к изменению химических и часто цвета клея у этой машинки принципиально построен по-другому здесь стоит нагревательная решетка на которую под давлением вот этим вот поршнем подается клей клей используется не клей расплав не клей гранулированный а клей вот таких вот таблетка значит клей подается на нагревательную решетку на ней он расплавляется и подается вот в этот вот шток штоки есть дюзы через который он выдавливается попадает на кромку и приклеивается уже к изделию в чем особенность такого клея нанесения она заключается в том что расплавляется только то количество клея который нам необходима в данный момент для работы то есть клей не греет не греется весь вот эта часть радиаторная она охлаждается вот этот патрон от контан который тащить видно что он холод то есть он не нагрелся это приводит к тому что клей не выгорает его меньше надо и он не теряет своих химических и физических свойств это принципиальное отличие и это принципиальное отличие позволило позволило сконструировать машинку вот такую вот сбитую достаточно плотную машинка состоит из трех основных узлов первый это нагревательный узел нагревательный элемент второй элемент это элемент подачи клея и третий элемент это система протягивания кромки которые протягивают кромку мимо дюз и наносит на нее клей все это в купе соединяется электроники заставляет электроник заставляет все это работать вместе корректно и без ошибок учитывая то что электроники здесь достаточно много машинка сама по себе разговорчивая то есть она говорит о всех действиях которые вы производите данный момент она предлагает нам очистить машинку от того что у нас осталось там клея поэтому мы имеем возможность ну вот это механизм он предназначен для регулировки высоты кромки машинка может клеить кромку высотой до 68 миллиметров мы опускаем его в самый низ открываем тут как я говорил и потекло и включаем машинку теперь у нас удаляет как вы видите вот этот сигнальный клей не клей сигнальная очиститель который был залит машинку для того чтобы очистить ее от полиуретанового клея и она из всех возможных своих вот этих вот отверстий выдавливает вот эту вот массу да пока она будет за этим заниматься расскажу несколько еще тех особенность которые определяют работу с этой машинкой машинка имеет регулировку по температуре нагревания нагревательный элемент почему вот этот и нил вилетил винилоацетатный клей работает в диапазоне температур 190 градусов то есть это плюс минус 10 градусов от 180 до 200 это клей высокотемпературный при его нанесении и ненаполненный так называемый и вот это вот высокотемпературный наполненность позволяет очень прочно с достаточной степенью надежности приклеивать кромку второй клей полиуретановый клей он работает при температуре 140 градусов поэтому существует обязательная регулировка в машинке должна иметь возможность именно регулировки этой температуры вернее машинка имеет скорость протягивания кромки до 2 и 4 метра минут четвертое машинка имеет возможность регулировки количество клея наносим ему на кромку мы чуть чуть попозже когда это все выдавится это внимательно все посмотрим но пока прикрепим вот эту вот нашу деталь к столу с трубцинкой если посмотреть большие кромкооблитовочные машины они все состоят из нескольких узлов пяти шести семи узлов чем занимаются эти узлы ну например первый узел это узел который фрезеруют кромку значит фрезеровочный узел то есть он снимает примерно ноль три ноль две десятки с кромки изделия убирая мельчайшие сколы которые есть после пиления второй узел это узел который например наносит клей расплав на торт изделия третий узел прижимает кромку отсекает ее четвертый узел это фрезеруют весы кромки циклюет их и впоследствии полирует то есть вот это вся грубо говоря разные головы они отвечают за разные задачи здесь как вы понимаете для того чтобы получить конечный результат все эти задачи надо решить вручную поэтому физкул представляет не только саму машинку но и представляет определенную оснастку для решения этой задачи то есть сфрезеровать подготовить отсечь и в том числе и заполировать кроме эта машинка позволяет работать как с прямолинейной так и с криволинейной кромкой на криволинейной кромке она чаще всего используется то есть вот по опыту могу сказать что большие степени люди кто ее приобретает это либо под криволинейную кромку либо под натуральную кромку то есть какие проблемы возникают при работе с натуральной кромкой ну натуральная кромка она идет в толщинах от 0 55 она никогда не перегревается не плавится клеится очень хорошо надежно ее практически невозможно отодрать но как только мы начинаем брать большую толщину то есть когда кромка у нас становится 2 миллиметра толщиной возникают проблемы как ее приклеить потому что если эту кромку просто можно наклеить утюгом то двухмиллиметровую кромку утюгом они про клеем и поэтому эта машинка получила популярность у людей которые занимаются натуральной кромкой именно для того чтобы приклеивать их вот эту вот кромку натуральную для своих изделий натуральная кромка чаще всего используется в изделиях связанных изготовленных из фанеры ну когда листа основы является фанера и так мы прогнали определенное количество клея для того чтобы не покачкать поставим гульфик теперь посмотрим какие настройки у нас есть а то о чем я говорил только уже в живую итак у нас менюшка и управление эта кнопка это отводит но мы видели поршень заднее положение это меню управления нижняя кнопка нажимаем ее видим что загорается различные указатель например горит нижняя стрелка эта стрелка указывает на то количество клей который будет наноситься на кромку мы его можем либо увеличить либо меньше но поставим среднее положение для чего это нам необходимо все материалы они сами по себе различным дсп например она очень пористая и для того чтобы приклеить к нему кромку клей надо больше а фанера например mdf они более мели им пористые поэтому клей в этом случае надо меньше теперь что мы еще можем выбрать мы можем выбрать температуру да я сказал что можем от 200 до 190 градусов выбрать ее у нас здесь нормальное помещение то есть нету никаких сквозняков поэтому поставим рабочую температуру 190 градусов когда мы прибавляем градусы например когда у нас сквозняк какой-то холодно прохладно для этого мы можем увеличить температуры третье что мы здесь мы видим мы видим внизу указатель две стрелочки либо одна стрелочки это скорость которой мы работаем 1 2 еще что мы видим вверху значок заправки и количество клея необходимого для приклеивания кромки на сколько метров на мою хватит ресурс это количество изменяется от того ширины кромки как только мы начинаем уменьшать кромку количество клея здесь увеличивается клей который используется в данном случае он практически безвреден но существует вариант что на 10 тысяч человек которые будут пользоваться машинкой у одного на этот клей может быть аллергии поэтому вот этот вот штуцер предназначен для того чтобы подсоединить пылесос и чтобы иметь возможность удалять запах вот этот который образуется от рабочего места именно для этого не более того так мы берем кромку кромка двухмиллиметровая в х приблизительно отмеряем то расстояние которое нам необходимо делаем насечку отламываем кусочек выставляем размер и так кромка имеет две стороны лицевую и тыльную ставим ну лицевой стороной к животу грубо говоря своим сжимаем ее вот в этим вот в этом вот вместе то есть мы получили фиксированный размер кромки теперь делаем 1 2 щелчка назад мы выставили размер кромки то есть калибровали ее по высоте включая машинку нажимая кнопку пуска она мне предлагает введите кромку но ответ указывает она ввела кромку она указывает мне что я готова к работе база машинки имеет риску машинка позиционируется весит порядка 8 килограмм позиционируется левой рукой держится по базе да а правой рукой мы просто прижимаем прижимной валик кромки вместе с машинкой кромки изделия ставим примерно на начало под углом 90 градусов машинка расположен выбираем первую скорость ну для порядка нажимаем однократно кнопку включения машинка начинает вращаться в валики протягивается кромка кромка вышла я ее прижимаю и виду здесь прямая я хочу побыстрее чтобы это все было прибавляю скорость и замедляю скорость на выходе то есть это позволяет мне приклеить кромку что у нас в результате получилось давайте посмотрим смотрите сюда и значит клей сквозь дюзы выдавливается на кромку бить вот полоски идут такие это сквозь дюзы потом вы их прижимаете и она расплющивает все по поверхности вот здесь хорошо достаточно это видно плюс вот в этом месте кончик кромки прошел фотоэлемент который здесь установлен и дюзы перекрываются клей перестает подаваться значит минимальный запас который мне необходимо для приклеивания кромки на самой кромки должен стоять порядка 25 миллиметров но для того чтобы быть спокойно и спокойно клей зависимости от детали оставляют миллиметров 50 и так мы получили вот такой вот приклеенную кромку